Друзья, всем привет! Меня зовут Ибусев Антон, я являюсь инструктором Сити Комфорт Фитнес Клубов Голд Фитнес. И сегодня мы поговорим о том, как нам сесть на продольный шпагат. Чтобы сесть на продольный шпагат, нам необходимо использовать ряд упражнений, которые помогут нам подготовить свое тело к этому упражнению. Упражнение, которое мы будем делать и показывать, сегодня поможет мне Екатерина, которая занимается в секции стрейч. Для того, чтобы сесть нам на продольный шпагат, мы будем использовать упражнение в прогрессе от простых упражнений, переходя на более сложные, и в итоге мы попробуем сесть на продольный шпагат. Друзья, итак, первое упражнение, которое поможет нам освоить продольный шпагат, это наклон с растяжением кроножной мышцы. Мы садимся на пятую точку, желательно использовать коврик, чтобы не было холодно. С прямыми коленями мы выполняем наклон вперед, беремся за носок, делаем вдох и на выдохе носки тянем на себя, опуская локоть к колену. В этот момент мы ощущаем растяжение и кроножной мышцы, связки двуглавой мышцы бедра, ну и, собственно, двуглавой мышцы бедра. Друзья, следующее упражнение помогает нам увеличить подвижность тазобедренных вставов, что также важно при выполнении упражнения продольный шпагат. Что мы делаем? Мы располагаемся в положении полувыпада, ставим руки на колено, делаем вдох и с выдохом перемещаем вес тела как можно дальше к переди, отталкиваясь руками, плечи уводим назад. Нам нужно занять такое положение, чтобы ощущалось растяжение позади стоящей ноги, именно в области тазобедренного сустава. Следующее упражнение – это наклоны в положении стоя. Для того, чтобы выполнить это упражнение, мы поднимаемся на деку. Далее необходимо выровнять носки ног вровень вместе с краешком платформы, соединить стопы вместе. Далее выпрямляются колени и мы выполняем наклон. Можно взяться за край платформы, либо держаться за стопу, либо, как в данном случае, взяться за отверстие. В этом упражнении необходимо обратить внимание на положение прямых колен. Таким образом мы растягиваем двуглавую мышцу бедра, связка которой к ней прикрепляется, также и кроножные мышцы, и, что очень важно для продольного шпагата, связки, которая находится в районе седалищного бугра. В нашем клубе есть замечательное оборудование в виде тренажера, которое нам также поможет сесть на продольный шпагат. Что мы делаем? Мы располагаемся в середине тренажера, любую ногу мы располагаем перед собой, двигаемся ладонями к пятке. Здесь нужно обязательно выдерживать прямое колено, опорная нога также не сгибается. Делаем вдох и начинаем растягиваться обязательно с выдохом, для того, чтобы расслабить мускулатуру, которую в данный момент мы хотим растянуть. Итак, делаем вдох и на выдохе уходим в наклон. Руками держимся на уровне пятки и стараемся середину груди приблизить как можно ближе к надколеннику. Это упражнение мы можем выполнять в самостоятельном режиме, но также с помощью партнера, либо тренера, как в нашей секции стретча. Следующее упражнение, которое мы будем использовать, мы выполняем опять-таки на коврике. Выставляем вперед одну ногу, далее мы ложимся на бедро, выбираем из трех положений ладоней. За пяткой вариант простой, на уровне с пяточкой более сложный и еще более сложный прогрессивный вариант ближе к носку. Что нам нужно сделать? Нам нужно вес тела подать назад, выпрямить колено, потянуть носок к себе, направить снова вперед и согнуть колено. То есть это вариант динамического упражнения, то есть в движении. Друзья, мы подошли к тому моменту, когда мы будем пробовать садиться на продольный шпагат. Для этого мы вставим в позу полувыпада, далее ложимся подобно предыдущему упражнению на бедро, выставляем руки для того, чтобы подстраховать себя, далее выпрямляем колено, носок поднимаем вверх и аккуратно, смещая стопу вперед, с выдохом, увеличиваем расстояние между стопами, при этом следим за тем, чтобы передняя нога оставалась прямой в коленном суставе. Пробуем идти в положение шпагата и в итоге нам необходимо выпрямить спину. Прошу обратить внимание, что задняя стопа должна быть направлена пяточкой вверх, поскольку положение на внутренней стороне стопы очень травматично на мениск коленного сустава. Друзья, мы разобрали с вами небольшой комплекс подводящих упражнений, который поможет нам сесть на продольный шпагат. Но это не все упражнения, которые нам хотелось бы продемонстрировать на сегодняшнем занятии. За дополнительными упражнениями и за развитием гибкости, а также за прекрасными шпагатами вы можете обратиться в нашу секцию встреч. Друзья, если вам понравилось наше видео, обязательно ставим лайки и подписываемся на наш канал, где вы можете узнать очень много интересного о фитнесе и жизни нашего клуба. А мы рады были быть сегодня вместе с вами. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!